Итак, друзья, Intel строил фабрику 9 лет и наконец-то запустил теперь на этой фабрике 10-нанометровое производство на фабрике, которую он назвал FAB42. Вот так она выглядит, действительно впечатляет и так далее. Как вы думаете, сколько он потратил денег на эту фабрику? 23 миллиарда долларов. Вот эта фабрика, которая будет делать процессоры и так далее на весь мир работать и будет еще очень долго. Друзья, я решил, я очень занудный, я решил сравнить со стоимостью Олимпиады в России. Всего было потрачено полтора триллиона рублей. Я по тому курсу 2014 года, ну понятно, посчитал сколько это в долларах и разделил, это получилось где-то 42-43 миллиарда или 44 миллиарда. Ну давайте еще раз посчитаем, разделим на 35 и получается 43 миллиарда долларов. Ну по тому курсу, как вы помните, в конце 2014 года только курс грохнулся рубля. Вот естественно все приготовления и так далее были до этой даты, все закупки и так далее и тому подобное. Так что вот такая вот новость, вот так вот. Ну возвращаемся к фабрике, я конечно это не реклама фабрик, но вот интересная новость. Теперь Intel может производить второй поколит 10 нанометров процессоров, Ice Lake, Ice Lake SP. Я просто хочу сказать, что я был бы не прав, чтобы в России также тратились деньги. Я не говорю, что типа смотрите, вот там они там тратят и так далее, а мы тратим на Олимпиаду. Это плохо? Нет, я просто хочу сказать, что видите, можно было действительно что-то делать. Значит, Intel обычно не раскрывает возможности своих фабрик, однако в данном случае было сказано, что FAB 42 станет частью новой сети предприятий компании. Обычно фабрики такого масштаба способны производить от 25 до 100 тысяч кремниевых пластин в месяц. Однако, конечный объем зависит от того или иного выбранного технологического процесса производства. Ну, одна пластина, на одной пластине может быть огромное количество процессоров, как вы понимаете. Ну, вот этих вот кристаллов процессоров. По данным Intel, в общей сложности она инвестировала в открытие Аризонской фабрики 23 миллиарда. В настоящий момент на ней работают 12 тысяч сотрудников. У завода довольно интересная история. Крупнейшим производителем процессоров заложил его еще в 2011 году. На тот момент перспективы производства кремниевых пластин с применением литографии, со сверхжестким ультрафиолетовым излучением были неопределенными. Поэтому компания рассчитывала использовать завод для производства больших 450-мм пластин. С этим расчетом завод и оснащался. Строительство фабрики, еще первоначальное оснащение вытяжками, система кондиционирования завершилась в 2013 году. Однако, в начале 2014 года Intel решил не оснащать завод оборудованием для производства на тот момент передовой 14-мм полупроводниковой продукции, поскольку не было уверено в уровне спроса на нее. В начале 2017 года компания заявила о желании инвестировать 7 миллиардов на оснащение завода FAB42, оборудованной для производства 7-мм чипов. Ну и так далее. Со временем Intel поняла, что ей не хватает мощности для производства 10-мм продукции, поэтому фабрику переобрутили под этот техпроцесс производства. В то же время компания сохранила возможность использовать FAB42 в качестве линии по производству продуктов на базе 7-мм техпроцесса, который подразумевает использование литографии в глубоком ультрафиолете, дуф, сверхпысти и в сверхжёстком ультрафиолетовом излучении. Друзья, вот такая вот новость. Напишите то, что вы думаете в комментарии. Ну, а я говорю вам всего доброго. Всем пока. До свидания. Продолжение следует...